Хореограф, Сана. У меня сейчас стад, блин. О-о-о, важна, важна, все. Это спасибо, Роме, Сэнсэй. Семь взрослых мужиков. Опа! Опа! Сушка, 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 сушка. Медиа-сушка! Всем физкульт-привет, на связи Мамай. Дым в Хабаровске. И почему бы вы думали, а потому что горит жир на боках, животах и жопах наших участников. И надо сказать, что у некоторых подгорает задница, потому что они видят, насколько сильно отстают от своих соперников. А это значит, что шоу «Медиа-сушка» продолжается. Шоу, в котором самые пухлые представители Дальневосточной футбольной медиалиги худеют на скорость и борются за главный приз 200 косарей. Артем Бобровский, Сала, Митя Правдин, Брюхо, Данила Коростелев, Свинота, Михаил Поддубский, Красавчик, Руслан Ибрагимов, Холодец, Всеволод Кандалинцев, Пузырь. Медиа-сушка! Итак, этот выпуск у нас творческий. Наши жиробасики будут танцевать. Конечно, логично, чтобы они танцевали танец живота, но жанр будет несколько другой. Сначала они разомнутся, потом выучат хореографию, станцуют его, ну а преподаватели выберут лучшего. У нас, к сожалению, дожили до этого выпуска только два человека. Семь взрослых мужиков, не могу их собрать воедино. Никак. Семь взрослых мужиков, всего лишь семь. Это исчадие ада просто какое-то. Медиа-сушка! Ну а учить танцам наших пухляшей будут знаменитые дуэт визави Маша и Вадим. Такая чурская. Ведром, я так и смогу, конечно. Медиа-сушка! Бедра на месте. Три. Ножки можно поширить. Четыре. Ножнички наверху пошли. У меня сейчас таз, блядь, выглядит. О-о-о, пошла, пошла, все. Давайте только восьмерку делать пока. Через верх. У меня уже 5. 5, 4. Почини, почини. У меня, блядь, сейчас задние лопнут, блядь. Сейф. Спереди назад, да? О, почти. Почти упал, блядь. Хочешь покажу прикол? Это спасибо, Роме. Ну ничего, мужики украшают. Мужиков украшают синяки. Медиасушка! Так, ну что, наша разминка прошла. Мы хотим с вами познакомиться. Меня зовут Вадим. Меня зовут Мария. Да. Вместе мы дуэт визави. И сегодня мы с вами попробуем выучить небольшой кусочек хореографии танца сальса. Раз, два, три. Пауза, четыре. Раз, два, три, четыре. В смысле, если это танца, мы должны бы еще лак взяли вот так, да? Зафолни. Пять. Только Сева может идти-идти, дойти до двери и сказать. А я еще хотела пописать. Вот, давай на пасту подскать. Че он опаздывает? Сев, ты че? Вносите пироженое, все, что там есть. Да, давайте, давайте. Доказывайте по полу. Так, все, вернулся, пацаны. Давайте дружим. Документы. Зафолни. Че я, третий получился? Да. Давай. Переводом пошла! Опа! 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 Хореограф сала. Записывай. Опа! 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 Будет у нас теперь трио, а не дуэт. Все, трио. Трио. Как? Как вас? Как трио называется? Визави. 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 Сало. Все записал? Теперь так выступаем. Давайте еще что-нибудь. Ну-ка, а ну. А, мы сейчас провалимся вниз. Пошли. Еще Митя придет пока. Раз, два, три, четыре, попали, пять, шесть, семь, восемь. Худел себе спокойно, худел, а тут вот на. Че, я танцор, что ли? Я футболист. Хотя футболист я-то тоже. Только танцор, где? Кто победил? Я считаю, что победила дружба. Несмотря на то, что у нас есть как бы опоздавшие ребята, все молодцы. Все молодцы. Нам нужно кому-то отобрать грамотой. Блин, не надо. Ты прям намекаешь, а? Нет, не надо. Нет, не надо. Мне кажется, ничего не намекает. Я вообще ничего не намекаю. Он им как сказать, он так стоит. Так, ну и по итогу получается, что мы всем нашим участникам даем по 200 баллов. По минус 200, да. Ура! Товарищи. Спасибо вам. Спасибо вам. Здорово. А че вы, ребят? Вместе в полдине привез? А че вы раньше начали или что? Всем привет. Здрасте. Здрасте. Простите за опоздание. Если что, простите еще раз. Да все, все. Че ты снимаешь меня? Медиасушка! Ну что, настало время подвести итог нашего конкурса. Да, многие сливаются с наших испытаний. Поэтому все трое героев, которые сегодня трясли своими телесами под музыку, получают минус 200 граммов. А те, кто не пришел, будут жрать что-то очень жирное и калорийное. Это мы вам обещаем. Медиасушка! Не получишь удовольствия. Чувствовался тебя раскрепощенным? Нет. Женщина к тебе подходила. Ну, конечно, чувствовался скованным. Один уехал в Индию. Че? Второго вообще нету. Где? Где люди? Сало Артем Бобровский. Я сказал, что мы с ним будем топ-2. Это 100%. Я не буду вести такую жизнь, как я вел раньше. Я буду придерживаться такому питанию. Мне очень понравилось. Ну, жду финала, чтобы, блин, съесть гамбургер, конечно, и выпить пивка. Вот это вот жду. И все. И потом опять. Ну, это будет чисто Четмилма. Я опоздал, но доехал. Все равно. В целом, последняя неделя после той тренировки, какой-то сплошной срыв. У меня не было физических нагрузок. Невероятно интенсивный график работы. Из-за этого я бросил питание. Я ем сейчас, в последнее время, вообще все, что ел раньше. А мы же Косте хотели позвонить. Мы звоним Косте. Просто посмотреть, как он. Короче, Костя остается этой темной лошадкой данного проекта. Потому что никто не знает, как он выглядит. Он не общается по видеосвязи. Он, в принципе, не общается. Не выходит в кружки. Мы пытаемся ему дозвониться. Он не отвечает. Если отмотать и посмотреть все выпуски с самого первого, когда был вопрос, кто фаворит для меня, вы там увидите ответ Бобровский. Ну, видно, что он по ходу заберет первое место. Да, блядь! Я захожу просто. Мы работаем в одном месте. Я захожу туда, он бегает по полю. Ну, что это такое? Это машина. Я после всех выпусков запишусь на карате, запишусь на балетацию, запишусь на плавание. Я везде запишусь. Кроме футбола. У нас нет футбола до сих пор в выпусках. Я рассержен, потому что в прошлом выпуске я был. Я просто уехал раньше, и меня накормили. С какого... ПИИ вот это сейчас было. С какого вообще меня кормили? Вот так вот. Сейчас вот всех, кого нету, ведем, как в первом выпуске, поляна. И пусть они просто едят, чтобы мы набирали, как перед первым взвешиванием. Вот так же их всех посадить и всех накормить. Какого? Потому что я ехал с работы, отпросился пораньше, топил сюда, отдал 400 рублей за такси, чтобы сюда доехать. И чтобы вдвоем мы с Мишей потанцевали. Слушай, ну я говорил уже в одном из выпусков, не знаю, было это или нет, не помню, вставили или нет, когда у нас было интервью, с каждым там приезжали. Я уже говорил, что я сильно азартный человек. То есть, если поспорить, то... То есть, если найти мотивацию, поспорить, то я буду прям до конца опереть. Для многих это, я уже говорил, что для многих это проект так, повеселиться, проявить себя и так далее. Но не для меня, наверное. Для меня это больше про победу. Ну я тогда говорил, что вот в прошлом выпуске, что по обстоятельствам, но вообще отчасти, наверное, где-то чуть-чуть переобуюсь. Вот. И, наверное, считаю, что отчасти это тоже немножко несправедливо. Потому что все вместе участвуем и одуваться нескольким ребят за всех. Ну такое себе. Ну, объективно, мне кажется, очень сильно заслуживают, что Миша по-дубски, что Артем Бобровский. Оба к этому очень большие усилия приложили. Но прям пожелать не знаю, не могу. Но Артем меня потравливает, наверное, больше за Мишу с дружеской стороны. А вообще, если честно, мне кажется, победит реально сильнейший. Вот как они между собой стебутся уже. Мне кажется, так и будет. Ну там уже между собой определят. Медиасушка! Это практически уже финишная прямая нашего жирного забега. Поэтому следите, болейте за наших пухляшей. Они становятся все меньше. И все больше у них мотивации. Потому что близко, близко тот момент, когда они накроют себе поляну и съедят все, что хотели. А у кого-то из них будет еще в кармане... Ну нет, это... Ну вот так. 200 тысяч рублей. Медиасушка! Медиасушка! Медиасушка!